они хотят чтобы определенные игроки определенный круг людей которых из бета посылал ему фидбэк и на основе этого фидбэка они все улучшали в лучшем виде и группы спадсоцентр ясно мальчик по партии а у нас пока что кинок прогулять по другим ничего не просто я что печально ну да на старт графе до сих пор вопрос ответы и играю в старт графе еще и на и варкрафт и варкрафт играет сейчас тут кого-то накажут да там столько в проте собрываются штормы это быстренько включу никакое здесь мясо прям происходит мясо два бункера не спасают звук тоже вредит все жестко и там на заднем фоне я смотрю диабло то есть скоро мы это сейчас увидим и что-то такие фрезы пошли что просто ужас не у меня послала все нормально я как раз все перезапустил а это видимо у них как то связано если я запускаю несколько параллельно потому что я только с нейл диабло и тут полная разруха идет со всех сторон пытаются а потому что счет 2-2 это финальная игра ничего выходить не хочет у нас есть кт хорош лазить я могу рассказать вам больше об этом игре я хочу проверить это сейчас и вот такие приколы делать с вылетами видео и прочим стараемся снова Хардстоун рекламка и когда уже наш любимый Диабло я уже скоро сейчас идет небольшое интервью с разработчиками Хардстоуна на Main Stage и вот сейчас нам показывают небольшое превью как все это дело выглядит на таблетках и поскольку это интерн люди которые работают над таблетками они естественно делятся и благодарят их что им очень прикольно и весело работают с Близзардами потому что мне кажется да работать с Близзардами это просто супер нечто интересное но опять же и сейчас они просто говорят насчет технических сторон разные таблетки и у всех разные да их там еще улучшать можно разрешение улучшать улучшать ты можешь собственные карты да ты можешь генерировать создавать новую карту но можешь разрешать карту потом из них как но как распыляя жесткие вещи да и потом на базе этого либо обновить карту либо создать новую я кстати вот еще один ролик ну да я сейчас просто хочу сказать что я обновил браузер и ОБС полностью перепустил и вроде все без лагов идет пожалуйста напишите расскажите как у вас все это слышно я например про себя могу сказать я получил примерно неделю назад но при этом играл до этого в обычные настолки да то есть понятие имею но именно в данной игре нет а вот Элкин играет сколько ты играешь в хатстолл и я лично играю очень редко и приблизительно наверное месяц но игра мне нравится я скорее всего отношусь к казуальному к зальше потому что я на днях смотрел стрим как там чувак разгонял карты до двадцатки урона до тридцатки и как он все это дело объясняет как он молится чтобы ему та или иная карта выпала я не думаю что я до такого уровня буду играть у меня базовая базовый комплект карт и и поэтому там нет никаких затруднений тем больше карт я выложу и меньше меня убьют тем больше тем быстрее точнее я нанесу много урона и так перезапусти все все нормально будет вот сейчас берут интервью у одного из человека который делал презентацию то есть он эрик и и и и и и и и с и и и и и и и обстановку которая происходит вокруг этой замечательной игры спрашивают кого вам работать на разные типы игроков допустим харткорщиков и казуалов ответ такой стандартный что это простая игра в понимании и все новые игроки кто бы они ни были хардкорщиками и казуальщиками придут и найдут что-то свое в этой игре поэтому он не беспокоится что игра не будет популярной хороший вопрос про кроссплатформенность будут ли связаны таблетки телефонный компьютер в общем на вопрос то он не ответил он просто сказал что есть группы которые работают над пк есть таблетки и смартфоны эти группы они знали хотя вопрос был как это все будет объединено я ворсовый день классами но он же спросили не будет еще обещать хи 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 спросили про открытую бету когда же это будет и тоже стандартный ответ мы очень сильно работаем над этим но он близок из близок когда они посчитают нужно тогда не откроют веке век 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 абсолютно и акции вот как насчет того что он сразу выпускаете обновление довольны логином но и есть на фаскаре скажи свой точку зрения но на планирове так когда мы выпустили большой пачка когда мы сделали полное обнуление игры и прогресса, мы были этим довольны, поскольку мы приняли много фидбэка от наших игроков, и мы сбалансировали при этом многие классы. Допустим, до обнуления роги были доминантами, сейчас они же опущены ниже плинтуса, но могут все равно конкурировать с другими классами. Ты видишь что-то подобное? Есть что-то в этой линии. Я имею в виду, что игрок в целом в большинстве фокусирована на миньонах, потому что, как мы видим, игрок почти как пуззл-игрок. То есть, что каждый раз должен быть, я поставил какие-то миньоны, и я посмотрел в игру и подумал, «Как я максимизирую свою позицию?» «Я пить хочу, я сейчас приду». Все. Все, я пошел пить, да? Это мой оппонент's turn, и они имеют пуззл-игрок, и это очень миньон-фокус. И, конечно, есть миньон-фокус, и, конечно, есть миньон-фокус, но я не уверен, что нет, и нет, что нет, что нет, что нет, Я думаю, что это может произойти. Я думаю, что это будет пройти, это может быть не так. Это может быть не так. Нав Lieutenant. что так быстро, возможно, В общем, что происходит для себя, это будет Jos, я знаю, определённо, это действительно не работает и это может быть уже достаточно, Мы будем сценить, а это вот англоплотный пвп по-ан-разному, и это уже, когда мы уйдем в Бета, мы начали увидеть все это видео, все это, все те, что все эти, что все это, все это, все это, все это, И у нас, я думаю, что мы бы хотим это быть в эспорт, но мы не знали за все, чтобы это, что это, да, это реально, и мы должны быть краткой. И, конечно, сейчас мы будем смотреть, что мы просто занимаемся, Продолжение следует... 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 Готово. Готово. Готово, НАМАНСЯ, Хорадром. Готово. Готово на здесь уже закончено. Тебе все... Готово за уже... Ум. Готово. Продолжение следует... 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 вот этим новой возможностью, где вы сконцентрируете все свое внимание на персонажа, нежели вам будут все время повторять одно и то же, одно и то же, просто на разных уровнях сложности. Вот, прослушал. Теперь вы можете путешествовать куда вам, естественно, угодно, и от этого вы получаете дополнительные фишки. Об этом чуть позже расскажет другой человек. Мы теперь сконцентрируем свое внимание на наградах, нежели на фарме определенного акта. Если кто не узнал за исправленную версию вот этого, где Кау Левел... Ну, говорю, Кау-Коу. Я же сказал, Кау-Коу Левел. Вот, теперь, поскольку они обратили свое внимание на генерацию случайных локаций, вот они приводят пример, что теперь каждый раз, когда вы будете входить в ту или иную локацию, она будет полностью по-новому регенерироваться. То есть, если сейчас в Diablo существует, допустим, пять шаблонов, и они каждый раз в сменяется, то в дополнение они будут полностью регенерироваться, причем случайным образом. Вот. Диабло станет весить в два раза больше. Вот. У нас, говорит, были проблемы с Diablo 3, потому что некоторым людям надоедало ходить в компании, открывать вейпоинсы. Вот. А теперь мы придумали что-то интересное, как вот этот дополнительный Adventure Mode. Да, когда все открыто уже. Так. Так. Теперь у вас, говорит, есть выбор. Они сами уже между друг другом повторяются. Что вам делать? Вы теперь можете сами для себя решить, что вы именно хотите. либо убивать боссов, либо, опять же таки, прогуляться по квестам. Теперь у вас есть, говорит, 24 шаблона, которые вам будут выпадать, но, опять же таки, будет дополнительная генерация. Да, и вероятность выпадения одного и того же снижается в разы. В разы. В разы. Первое, как вы можете фармить этого, естественно, убивать босса. Но она показывает нам квину и самый ненавистный уровень. Да, да, да. Я вот не знаю, как все, но вот я этот уровень ненавижу. Он самый какой-то странный. Теперь же убиваете босса, убиваете параллельного еще босса, вам дают награду. Либо же вы можете сделать какое-то событие, защитить, допустим, эту могилу, и вам тоже дают. То есть, таким вот образом они пытаются сейчас разбавить Diablo, чтобы был другой интерес к игре. Вот, опять же таки, они делают акцент, что каждый раз это будет все по-разному. Убивать уникальных мобов тоже есть? Мостров, да, тоже есть. Квест, где вам надо убить ее. Ну. Вы, говорит, ее можете помнить, когда она была в квесте, где надо убить трех ее помощниц и ее саму. А теперь, что мы сделали и переработали ее. Теперь же вам надо ее найти и потом уже только убить. Вот это и называется. Это называется троллинг, а не Adventure Mode. Вот, не убили ее, не выполнили задание, не получили шмотку. Зачистка подземелья. Зачистка подземелья. Тогда вам только, естественно, дадут награду и, естественно, может быть, будут какие-нибудь челленджи, где вам надо за время зачистить. Скорее всего, это будет. Сейчас мы посмотрим, какие же нам будут плюшки давать за прохождение. Ну, во-первых, вам будут давать много опыта и много золота. Ну да. Вот. И потом будут какими-нибудь давать ключи. Также вам будут давать шмотки какие-то. Ключ разрыва. Ну, рифт, это же, по-моему, разрыв или что-то в этом роде. Не знаю. Сейчас нам расскажет тусатый дядька, что же тут такие ключи. Прикольный чувак. Мне тоже нравится. Такой а-ля... Джесси Макрих. Вот. Что за ключи? Так, что же они подразумевают под рендомом? Они собрали всю информацию о всех подземельях, всех монстров, растустовали их по полочкам и... Сломали все правила к чертям. Да. Сломали все правила, сказали... Скобинировали монстров. Сказал, программа, бери вот из этих всех ящиков, что хочешь, и добавляй. Вот тебе и будет рендом. Да. И теперь могут попасться, допустим, совершенно разные монстры, которые... Находятся в разных, допустим, артах. Да. Вот. Но это именно в адвенчуре. Да, это в адвенчуре. В обычном там все будет как по нормам. Нормально. Да. Вот, как он уже говорил, что случайные монстры, они будут в разных локациях. Может быть даже локация одна, а монстр будет из другой. Поэтому не пугайтесь. Это и есть фишка случайных генераций. Также вы можете, допустим, из локации кафедрала прыгать совершенно в другую. Тем самым ваши глаза будут визуально отдыхать от всего, что вы видите. И тем самым вам не будет надоедать сама игра. Различные бафы. Да. Сумасшедший баф. Да. Сумасшедший баф, который вы будете получать во время прохождения этих подземелий. Допустим, вы получите баф, который будет атаковать всех, кто находится рядом с вами. Вот по картинке вы видели, там молния прошла через всех монстров. И в каждом, естественно, подземелье есть какой-то случайный босс. То есть вот босс из четвертого акта, а сама локация из первого акта. Да, и с ним надо разобраться. Да, если вы не убьете босса, естественно, все, что вы убили, будет зря. Также у босса будут различные заклинания, различное здоровье. И поэтому каждый раз вам все. А если вы еще представите, что вы будете играть на харде, где у вас всего одна жизнь и вас случайно убьет телепузик. Будет вообще все офигенно. Да, вот нам сейчас демонстрируют, как эти бафы работают. Да, как вообще там всякие заклинания. Как это трендом работает. Вообще нам показывают, по сути, как будет вести себя паладин. Да. Новый. Охренеть, сколько их там. Охренеть, сколько их там. Охренеть, сколько их там. Публика, публика, как орет. Охренеть, сколько их там было. Почему чат не взорвался? Там же столько этих было, чувак. Все взорвется, может быть. Все взорвется, может быть. Это новая экспансия. У нас много новых монстров. И, что я бы хотел сделать сейчас, это привести к Джо и Шелли и начать говорить о них. Поскольку это новое дополнение, мы никак не могли не нарисовать новых монстров. И вот Джо сейчас нам расскажет про них. Попутно может вот такое окошечко вставить. Давайте про Вестмарч расскажем вам, какие монстры вы там увидите. Естественно, из демо мы видели ангел, который заражен смертью. Вот. И поэтому каждый монстр, который вы будете встречать в тех или иных локациях, они будут нести какую-то историю. Вот. Этого монстра вы можете встретить на первых этапах, когда вы будете проходить через монастырь. И с заклинанием этого монстра он призывает своих дополнительных убитых монстров. Чем-то у него ангел напомнил. Следующий у нас лейтенант смерти. Он призывает привидений и скелетов. Следующий панишер, он же наказатель или как его там. Его главное заклинание, он оглушает вас или он призывает и любит обниматься, как он сейчас показал. Вот. Каждый монстр, он связан с историей, поэтому, убив одного, вам раскроется, допустим, дневник, как это было в первом Diablo. И вы можете послушать о нем. Сейчас нам покажут демо Вестмарча в монастыре. Вон этот обниматься уже лезет. Он, короче, своеобразный крипер, но что-то как-то его снесли очень быстро. Да, причем с одного удара. Ну да. Он, по-моему, там всех с одного удара присносил. Его самый любимый монстр на Гуля похож. Вот. И нам покажут кровожадного монстра из другой части карты. Я хочу начать с Багген. А этот маленький человек, он мой любимый. Он, любимчик создателя. Он такой милашка, но... Ну как? Встанет? Как разъявится? И вы их увидите, да, вы увидите их кучками, они на вас будут атаковать. Поэтому будьте осторожны, сейчас он... У него есть родственники, вот такие вот волосатые... Родственники. Да, Аглабразы. Я реально... Он реально сказал family. Окей, я понял. Вот. Потом вот еще его старший собратик. И вообще из Бластелин колец тырили. Кстати, да. Ну, не в то, что они тырят, но... Ну ты понял, о чем я. Охновение, да. Хоть я его не смотрел, но я знаю эту монстр. Ха-ха-ха-ха. У нас есть место, которое действительно приходит к жизни. И чувствует, как настоящий мир. Ну, давайте посмотрим, как они выглядят в самой игре, как они... Ох ты, с кучей капканов еще каких-то там, я смотрю. А нифига себе. Да короче, против семьи будешь периодически драться, смотри там. Да. Круто, круто. Что можно сказать? Вот. Естественно, когда мы создавали монстров, мы задумывались, как же они будут появляться, чтобы убить вас, как они будут связаны с локацией, с историей. Вот. И... Есть подземелья, в котором, допустим, есть определенные монстры, которые вот именно только там живут, обитают, поэтому... В темных уголках, так сказать. Да, в темных уголках, поэтому, говорит, все, что вы увидите, у них есть история, они не бездушны. Вы никогда не знаете, где он будет появляться. И просто поставь их на этих ребят. Но выиграть всегда должны быть на чеку, поскольку они будут появляться ниоткуда. И сейчас очередная демонстрация. Так, а что он от них убегается? Но он это показывает. Да я понял, что рандом. Как это все сейчас будет выглядеть? Ох, нихрена их там. Сейчас он какое-то AOE сделает, и все будут довольны. Ну да. Это что, все? Нет, AOE не будет. Да, все, этот... О, боссы. Тут, наверное, на мини-мониторе гоблинчем показали измененную. Новая, говорит, возможность, теперь вы можете проходить сквозь монстров. Потому что сейчас монстры вас окружают и зажимают. Тем самым вы умираете. Вот так вот горячо встретили эту новую функцию. Проход. Теперь же поговорим о монстрах, о их поведениях и об их походке, скорее всего, он сказал. О, ты, говорит, побоялся, давайте, говорит, я вас еще чуть попугаю. Все ржешь. Чувак. Я тут маленькое окно открыл, второе. А тут показывают новые модельки в Вовке. Да, ладно. Ну да. И там показали голую гномерсу. И, понимаете, вы очистите их клоуками в регулярных уровнях. Поэтому они не могут жить очень долго. Так что, когда мы фокусируем на то, что мы будем делать, мы должны быть уверены, что мы будем делать что-то очевидно и очевидно. Вот. И у каждого монстра, даже хоть если он одинаковый, у него есть свой характер. Вот. Теперь перейдем к определенным монстрам, которые, допустим, могут с расстояния вас убивать. Вот. Теперь они говорят сейчас об интеллекте, потому что монстры, которые в вас стреляют в расстоянии, когда они от вас отбегают, они вот делают это тупое движение, поворачиваются к вам спиной, типа это как нереально. Они решили это все переработать. Вот. Теперь же монстры от вас будут убегать по-другому. Ну да, и при этом все еще стреляя. И все еще стрелять. Поэтому у них теперь есть интеллект, они отходят и стреляют. То есть это вам еще хуже будет. Ох ты, какой красивый андед тут. Да. Теперь, говорит, монстры с интеллектом, и они уважают вас, и вы теперь должны уважать их. Поэтому... Поэтому не поворачивайтесь к ним задом. Поэтому у меня стрим упал. Там сейчас андеды, кстати, показывают, посмотри задом. А, так вот. Там тоже интересно. Так, что у нас? Рассказывают, что теперь у них, у монстров есть стратегия, и они этой стратегии следуют. И, допустим, когда они на вас нападают, они ведут себя по-разному. Вот, допустим, теперь они показывают, как могут воздушный юнит... Воздействует на... На земные. На возде... Да. Как они могут объединить свои силы, мутироваться, и это будет совершенно новый юнит. Не, она типа его покусала, и он стал таким злым. Вот, смотрите, раз, одного покусала и создала нового монстра. Блин, ну это проблема будет. Это будет очень большая проблема. Это как эти быки, помнишь, они так же делали? Не, быки просто разгонялись. Не, ну я вот и про это и говорил. Вот, мы, говорит, все это сделали для вас, потому что мы вас любим, и чтобы вам было больше интересно, и вас больше убивали, и вы все, играли и играли. В гноме почти 1000 полигонов и 130 костей. Как теперь надо... как они теперь умирают? Для нас теперь, говорит, очень важно разработать, как монстр живет и как же он умирает, потому что это целый мир, и как бы он может на вас напасть, побить, но смерть его должна быть тоже достойной, и нам не стоит забывать об анимации. Я что-то даже не ожидал, что у меня тут модератора есть. Да? Да, вдруг так появился. Хорошо. Ну, нифига себе, глянь на Диабло. Да, я вижу, вижу. Вот, теперь, естественно, надо этого портальщика убить. Блин, какой-то он это. Имбовый, да. Спойлер. А? А, вот это круто, кстати. То есть это, получается, дополнительное такое перемещение в какой-то данж такой, где есть свои боссы, да. Нифига, там еще синьки вылазят. Там еще синьки, но это логично. Ух ты ж. И как их оттуда? Да, говорит, что, говорит, за идиоты там усели. Скажи их туда. Наверное, сломать надо эту палку. Сейчас, говорит, мы покажем, как, сейчас мы, говорит, принесем политическое решение проблемы. Да, сломал их. Все, да, и полетели. Ой, какой гном страшный. Так, это у них лаги или у меня? У тебя. У них здесь лагов нету. Окей, последнее, что я хочу сфокусить на сегодня, это, как важно, что мы сделаем монстры, которые вы понимаете. Мы хотим монстрам, которые вы связали. Это делает их очень интереснее, когда вы их понимаете, и вы понимаете, как они. Так, у меня есть примеры, что мы даем монстрам, чтобы вы понимаете их. И здесь есть огромная история. Кого? В гноме-форнографии Вовки. Чувак, ты меня интригуешь. Чувак, ты меня интригуешь. А вон ты каким способом смотришь на втором мониторе. Он слишком абстрактный. Так, он взял этого человека к конкурсу. Он дал ему новые возможности. Это что-то, которое вы действительно сможете. Так, теперь он зараживает себя. Он зараживает себя, в состоянии ультиматой мощности. И выстрелит вас с огненной энергией. Поэтому монстры думают, где ваши слабые места, и затем они просто вас убивают. Ну, вот так. Так, здесь у нас есть Вест Марч Хал. Еще один монстр, который вы можете найти. Следующий наш монстр. Да, прикольный. Они напечатали. Да, прикольные. Они напечатали. Одно из подземелий, где с собаками в ковке. Помнишь? Да, да, да. Давайте, говорит, посмотрим. Если, говорит, он убьет. Что же будет с вами? Какая анимация смерти? Круто, круто. Потроллил. Давайте еще раз главное. Да. На, емае. О боже. Такой троллик. Видите, не зря мы смотрим. Схватил, потрепал, убил. Да. Все, молодец просто. Про смерти, про монстров нам рассказали. Теперь нам расскажут про окно из локаций. Вот, сейчас мы, говорит, вам расскажем о философии предстоящего аддона. Для этого созданы и созданы. наши близконы. Как же мы создаем зоны и как же мы придумываем все это? Ну, во-первых, мы задаем все вопросы, мы смотрим видео разные, пытаемся анализировать, что же может быть там. Вот, и поскольку в игре же у нас присутствуют ангелы и демоны, это все должно быть гармонировать между собой и вписываться в нашу игру. Вот, поскольку мы должны придумывать и фантазировать, поскольку что-то я потерял мысль. Вот, сейчас они рассказывают, как они создавали тизер и как они на основе него продвигали и делали свои новые будущие фильмы. Как же потом этот тизер можно было бы соединить с историей, которую мы делали, допустим, во втором, ну, в первом нашем аддоне Reaper of the Soul. Вот, теперь нам сейчас расскажут про новую зону, которая будет в дополнение, естественно. Какой-то поклонник попить? Давай. Так, вы, как обычно, начинаете в Вестмарте, это первая локация, где город заброшен, откуда все ушли после нападения демонов. Только не Вестмарт, а Вестмарш. 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 Вот, они будут связаны между собой. Так, сейчас. Так, теперь нам рассказывают про то, как когда демоны подрались с ангелами, остался этот поле, и после этого сражения, это стало нашей одной из локаций, а также на этом сражении предатель демонов. Ангел. Быстро что-то человек говорит слишком. Точнее, он сейчас просто рассказывает, как ангел предал, и почему он перешел на темную сторону, что его именно подбило, сделать этот шаг, и... И поскольку он посмотрел на весь этот бой с другой стороны, и... Поэтому... Сделал какое-то решение, и... Предал бедных ангелов. Плюс больше о его, так сказать, переходе на другую сторону, мы, естественно, узнаем в самом аддоне. Вот, и теперь сейчас нам подробнее расскажут о вот этом поле, где все сражались. Так, вот нам сейчас показывают первый концепт арты, которые были. Вот, и шар синий, из которого выходят все души умерших. А это уже сторона дьяволов, как вы понимаете. Как происходило завоевание. Кстати, вот эта локация была во втором Диабле. Во второй. Во второй. Ну, правда, там таких этих камней разрушенных не было, но идея... Ну вот, пожалуйста, пустыня. Тоже была. Это похудевшие панды стоят, вон, видишь, которые эти держат. Не, это просто, на самом деле, ноги статуи. Ну да. То есть, видишь, там, на заднем фоне статуи, и вот это, видимо, ноги такой же. Все это прототип. Да, давайте теперь поболтать. Чё, я его не понимаю. Понимаю Simple English. Ну, они нам сейчас показывают прототип. Да, того места, где был Золтан Кул. Да, и как он разрушился, как его занесло, как все вокруг него все это постарело и стало старым. Вообще, кстати, было бы прикольно взглянуть на ребилд Диабло 1 и 2, по-моему, на движке Диабло 3. Ты думаешь? Я бы поиграл бы еще раз, знаешь, даже купил бы. Даже бы купил бы. Да. Тем более, что это сейчас не так сложно сделать. Думаешь? Так, сейчас нам расскажут еще об одной новой зоне, и нам ее сейчас тоже демонстрируют одну из других. Вот, и нам сейчас показывают, естественно, первый концепт, и потом улучшенную версию, как они добавляли определенные эффекты. Детали, да. Да, дорабатывали детали. И что в итоге получается? Мы должны, в общем, сразиться, чтобы войти внутрь. После сражения, естественно, вы сможете пройти дальше. Так, следующий у нас кто? Это человек, который отвечает за новые зоны. Интерьер, точнее. Поскольку новое дополнение сопровождается слоганом, что это полностью темная, что страшная атмосфера, поэтому... Меня код здесь достает. Бывает. Главное, что меня пес не достает. Вот, они опять делают акцент, что будет все случайно генерироваться. Все рандом. Вот, теперь, говорит, все будет гармонировать с друг другом. Направление все будет, естественно, меняться. И если вы проходите даже и компанию, либо это Adventure Mode, все все равно будет по-любому генерироваться случайно. Так, ничего не понял. А, теперь вам надо будет отвоевывать некоторые территории, точнее, на батлграундах. Допустим, вот скелеты, которые контролируют фонтан, ну, плюс у них, вон, такая вот защита нефиговенькая. Все это вы можете отвоевать и за это получить дополнительные пачки и опыт и золото. Вот. Или, допустим, вам надо будет пройтись по ловушкам ангела, которые... разминировать их своим телом. Опять-таки повторили, что это все будет случайно. Давайте теперь посмотрим демо, как это все выглядит и будете ли вы этим довольны. У тебя лак есть? Нет, у меня все, видео идет нормально. Да, это мне надо перезапустить. Причем прикольная видюшка. Ну, я лично ее не видел, я не знаю, может она была, но... Я без понятия, я не видел. Отлично, что мы можем думать еще? Там где, Элкин? Совсем перезапустился? Я тут. А, пока он рекламирует, что внизу есть будка, где вы можете все это дело посмотреть, я пока перезапущу... запущу, чтобы не было лагов. Ну, давай, давай. В общем, он нам опять говорит спасибо. Они делают игру лучше. Перечисляет, что они туда добавили. Да, все вкратце. Всем говорит еще раз спасибо. Да, и смотрите еще раз трейлер. Который вчера утек... Да. Который я, кстати, так и не видел. Поэтому буду смотреть первый раз. Может, мы можем посмотреть видео? Да, вот в начале видео, потом будут вопросы-ответы. Ага. Ну что ж, я убираю пока Вовку, я думаю, на меня никто не обидится. Тем более, там все равно показывают то, что уже показывали. Ну ладно, ну ладно. Давайте, я теперь возвращаю Вовку. Держите. Держите. Чуть-чуть разверну. Все. Тихо. Приятного просмотра. Тихо. 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 Да. Редактор. Тихо. 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 Я так понял, все равно наши персонажи будут качаться изначально на первых миссиях, а потом уже перейдут на адвенчур, но это само собой дать и надо будет вначале пройти историю, мне кажется. Завтра они поговорят на втором дне про лут, про новый класс и про саму игру, а сейчас время вопросов. Что, на Вовку переключимся? Ну там сейчас показывают в основном, что будет происходить и то, что в принципе мы уже видели, как бы то есть уже это было. То есть ты повтор что ли включил? Нет, я включил то, что там просто локации сейчас показывают. Хотя вот эту локацию я например не видел. Ладно, сделаю Вовку еще побольше чуть-чуть, чтобы... Хороший вопрос, говорит, вы закрыли маркет, не будет ли подплавленного много золота? От вопросов он уклонился, он сказал, что завтра на втором дне мы подробнее расскажем про аукцион, почему мы его закрыли. И он сказал, что не надо беспокоиться, что будут продавать золото на других сайтах, потому что будут дневные задания, тот же Adventure Mode будет, где вы можете фармить золото и спокойно развивать свои профессии. И поэтому в первом дополнении вам не нужно будет очень много золота, а вам его просто некуда будет тратить. Поэтому мы убрали аукцион. А насчет новых вещей мы просто хотим, чтобы игроки между собой их передавали. Вопрос немного непонятный, говорит, а вы будете перерабатывать старые зоны в Adventure Mode? Он говорит, каждый акт будет со своим определенным Adventure Mode, поэтому не стоит переживать. И все каждые пять актов, все пять разных Adventure Mode, то есть будет разница во всем. Так что не переживайте. Да, говорит, почему нету Offline Mode? Хороший вопрос. Вот в чем проблема. Когда мы делали Diablo 3. Да, мы основывались на том, что вы должны играть с друзьями. И поэтому нам нужен интернет, чтобы играть с друзьями. Да, потому что это социальная игра, а не оффлайновая игра. И чтобы мы могли всегда делать копию вашему персонажу, чтобы ничего не терялось. Плюс оффлайн-мода не будет в Reaper, потому что мы вводим новую систему гильдии, вечеринки, и там потом клан уже говорил, клан гильдия, и поэтому здесь всегда нужен как бы интернет. Поэтому не ждите его, его не будет. Привет. Не так много вопросов, но я просто хотел сказать, что как хардкор-плеер, я думал, что смерть не мог лучше, но этот собак. О, мой Бог. Он просто похвалил, что ему нравится анимация смерти собачки, и как она все это глумит. Да, и то, что она офигенно, да. С ним я, в принципе, тоже согласен. Эээ, так... Эээ, Джош. Х手 вот так вот сегодня? Так. Так. Так, так, с отрывом, я знаю, мы поговорили о это вчера, но сейчас на публикумском форуме. С отрывом заблудоченных обучников, как бы, если бы, если бы, всякость, уникальный, адаптированный, или, как бы, любой, выбранный модель, или не взять поднимать в что-то, чтобы прожить людей от того, что происходит в санктуре, не только от злых монстров? Да, сейчас не понимаешь, что начало адаптироваться на диаболе. А, как вы будете решать проблему, когда люди захотят обмениваться вещами? Решение, говорит, то, что мы убрали аукцион, потому что мы переработали систему дропа вещей, и теперь вам будут выпадать вещи, которые вам нужны только, и все. Поэтому аукцион не нужен. Собяни в скайп. А? В скайп, глянь. Ну, я это видел. Ну, ты про это говорил? Там еще был хуже. Ах, потом посмотришь. Я же это могу в записи включить. Не нагружай свой интернет. Так, и насчет PVP. Да, какие у вас планы? Ага, вот наконец-то тот вопрос, который много ждали. У нас нет планов на PVP, мы сфокусировали все свое внимание. На самой игре, на героях, на сюжете, поэтому мы как-нибудь потом уже решили, как же вы будете решать свои проблемы между друг другами. В общем, парень недоволен, но ушел. Ах, вы добавили backpedaling монстры. Что касается кейборд-турни? Что касается кейборд-турни? Что касается кейборд-турни? Что касается кейборд-турни? Это просто интересная вопрос. Это эко, мы имеем в виду, я буквально не понимаю слово. Спрашивают насчет уникальных вещей, у которых есть уникальная анимация, но у них хреновые, допустим, статы. Да, и будете ли вы как-то с этим работать, потому что хотелось бы носить, например, их, но... Ну, во-первых, они говорили, что эти вещи можно будет накладывать. Ну, ты послушай, а сейчас... Приходи завтра. Да, он его послал, короче, на завтра. Короче, пытается вывернуться, что если у тебя есть шмотка, и есть вероятность, что выпадет такая же шмотка, но чуть-чуть получше, и с помощью этого вы можете свой аппетейт получить. Ну да. Слите, как говорится, в едино. Да. Десконцентрируйся уже. Соберись, музык. Короче, в первом марте очень много подземелий, которые вас отвлекают. Да, и чем дальше вы идете, тем меньше этих подземелий становится. Почему? Ответ прост, что чем ближе вы к Диаблу, тем быстрее выходите на пути и убить. Поэтому мы сокращаем этих подземелий, чтобы игрок быстрее дошел уже, убил и успокоился, лег спать и все. Не, ну это интересно, я помню, как я 200 лет проходил это все, зачищая каждое подземелье, проходя каждую локацию полностью. Как же опыт, как же хардкор. Чувак, я очень хочу посмотреть обзор героев, но он будет очень поздно. Ты про что? Ну, в 4.45 по Москве. Это наша последняя вопрос. Во-первых, спасибо, ребята, за все твои трудные работы и очень замечательные игры. Моя вопроса больше о архитектуре, может быть, с always on, с хардкором. Я потерял несколько персонажей лично, чтобы просто немного локов спать, или просто тайм-оут. Вопрос сейчас будет. Как насчет, говорит, чтобы улучшить игру, чтобы не было дисконнектов, лагеров, потому что, говорит, чувак потерял очень много героев на хардкоре, и это очень обидно. Мы, говорит, рассматриваем такие ситуации, стараемся все это исправить, подправить серверы. Я, вот, ты все равно завтра не стримишь потом, давай, выспишься. Стрим сегодня до конца. Да мы можем сейчас стрим закончить и выспаться, а завтра начать стримить только в записи первый день. Ты что, дурошка, что ли? Так что, всем спасибо, и завтра, на второй день, они расскажут чуть побольше про Diablo 3. А сейчас у нас по расписанию, что у нас? Ну, я думаю, Вовку включить, как вариант, на полный экран, они там пока показывают все модели и прочее. Ну, давайте, сейчас, а, хотя там что-то показывают. Потому что я, например, хочу посмотреть, что про героев будет, я, например, спать уже все равно не лягу. О, Сару показывают. С тем, кто записи опять, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.